На самом деле применение и использование обезболивающего это очень острая тема, потому что на самом деле никто не знает, какие таблетки пить, как часто их пить, сколько их пить по времени, от чего они помогают или не помогают, а каким осложнением вообще все это может привести. И в результате этого у нас нет правил и принципов использования таблеток. Вот в этом видео я расскажу вам о том, как правильно пить обезболивающее, чтобы получить нужный эффект, то есть обезболить, и при этом не получить серьезных осложнений. Направьте это видео своим друзьям и знакомым, чтобы они тоже знали, как правильно пить таблетки без осложнений. Я вообще делю людей на две основные категории. Первая, которые не пьют таблетки из принципа. Вот умру, но таблетку пить не буду. Кстати, напишите в комментариях, вы пьете таблетки или отказываетесь от них полностью? Считаю это какой-то ерундой. Вторая категория людей пьет таблетки бесконечно. То есть не представляет себе ни одного дня, чтобы не выпить какую-то таблетку. Все время что-то болит, что-то тянет, где-то там есть покраснение, зудит и так далее. И тогда они пьют таблетки абсолютно бесконтрольно. И есть риск осложнения от этих таблеток, которых вы можете просто не знать. Наиболее частые таблетки, которые используют люди всего мира, это обезболивающие, которые относятся к нестероидным противовоспалительным средствам. Это так называемые НПВС. Они признаны относительно самыми безопасными таблетками. При правильном применении они вам помогут, но не навредят. Теперь, как же в них разобраться? То есть существует очень большое количество различных обезболивающих. Я даже не буду перечислять все эти названия. Начиная от нальгина, да заканчивая кетоналом, кетонофом, кетаролом. Причем вот буквально синонимы друг друга. На самом деле, чтобы в них качественно разобраться, нужно знать об их эффектах. Все нестероидные противовоспалительные средства обладают четырьмя основными эффектами. Первый – это противовоспалительные. Второе – это обезболивающие. Третье – это противоотечные. И четвертое – это антигистамины, противоаллергическое действие. Все обезболивающие отличаются между собой по выраженности этих компонентов. Но что нужно понимать? Что у всех у них очень слабый антиаллергический эффект и очень слабый противоотечный эффект. По сути, все обезболивающие обладают либо обезболивающим боли эффектом, либо противовоспалительным эффектом. Снижают воспаление. Параллельно с этим они снижают болевые ощущения. И на самом деле в этом их основная польза. Но крайне важно их правильно использовать. Потому что различные обезболивающие, они помимо активного компонента, вот этого вот нестероидного противовоспалительного средства, они еще, как правило, содержат консерванты. То есть дополнительные элементы, которые как раз-таки должны разрушаться в нашем организме. И они нагружают почки и печень. И поэтому бесконтрольное использование обезболивающих ведет к серьезным осложнениям со стороны печени и почек. Поэтому у нас в клинике после манипуляций мы всегда даем пациентам конкретные рекомендации, что и в каком количестве необходимо принимать для того, чтобы был обезболивающий эффект, но не было осложнений. Если вам нужно решить проблему с вашими зубами и при этом сделать это максимально безболезненно, мы всегда рады помочь вам в нашей клинике Ортолайк. Ссылку на клинику оставлю в описании. Что важно понимать. В современной фармацевтике есть так называемый золотой стандарт. Он реально существует. И этот золотой стандарт называется ибупрофен. Ибупрофен это современное обезболивающее и противовоспалительное средство, которое обладает наименьшими побочными эффектами. Я помню, как мы активно изучали эту таблетку на фармакологии в университете. И она действительно, это подтверждено исследованиями, является самой безопасной и самой эффективной. Это, кстати, не название препарата. Это просто название активного вещества. При покупке любого лекарства в инструкции необходимо прочитать всего две вещи. Первое. Как принимать и прям к этому внимательно отнестись. То есть как написано, так и нужно использовать. И второе. Какие противопоказания. То есть когда использовать нельзя. Не читайте, пожалуйста, состав. Это не имеет никакого смысла. Потому что составляющие элементы любого лекарства, там настолько они в микроколичествах, что они не окажут никакого воздействия. Например, то есть во многие лекарственные препараты вводится кофеин, но он не оказывает какого-то бодрящего эффекта в этом случае. Поэтому все, что нужно видеть, это как использовать и когда нельзя использовать. Причем у ибопрофена больше выражено именно противовоспалительное действие, а не обезболивающее. А противовоспалительное действие, оно как раз таки хорошо тем, что используется, да, действует на причину. То есть у нас болит-то чок. Потому что есть воспаление. Соответственно, если препарат обладает противовоспалительным действием, действует на причину, а не просто блокирует нервные окончания, вызывая обезболивающий эффект. Этим хорош именно ибопрофен. Как правильно его принимать? Я буду говорить для взрослых. И здесь важно знать, что у вас не должно быть каких-то резких, серьезных хронических проблем с почками и печенью. Если у вас с этим все нормально, то вы можете принимать до трех таблеток в день. Каждая таблетка 400 миллиграмм. Ваш организм должен переработать, справиться с той таблеткой, которая поступила. И потом, через 8 часов, можно следующее. Очень важно не принимать сразу горсть таблеток. Запихала бы ибопрофен, типа стало хорошо. Нет, это очень важный момент. Второй момент. Ошибку, которую делают пациенты. Они выпивают одну таблетку и ждут, что она сработает. А она, допустим, не сработала. Дело в том, что концентрация ибопрофена в нашем организме должна достичь определенного уровня, чтобы он оказал эффект на очаг воспаления. То есть классно, вы используете ибопрофен, если воспаление такое, что вызывает боль. Если не болит, просто так пить не нужно. Оно на то и обезболивающее. Поэтому здесь очень важно, чтобы эти обезболивающие применялись регулярно. То есть если болит, у вас 2-3 таблетки в день в течение 5-10 дней. То есть если вам в течение 2 недель не помогает, вы останавливаете его применение и идете к доктору. Не нужно пить до тех пор, пока не пройдет. Значит что-то не так, что-то требует более внимательного отношения со стороны специалистов. Не все специалисты это рекомендуют, но я порекомендую. Дело в том, что у многих людей от приема таблеток возникает цепь. Такое бывает. Это аллергическая реакция. Вы должны понимать, что эта аллергическая реакция чаще всего не на ибупрофен, а на консерванты, которые входят в состав конкретного препарата. То есть ибуклин, например, и мурафен. Они разные. У них одно действие. У них ибупрофен лежит в основе, но у них разный состав. И на какой-то компонент таблетки организм может среагировать. Это значит, что вы должны как минимум защищать свой организм от гипераллергической реакции. И делать это лучше всего антигистаминными препаратами, противоаллергическими. Простыми. Да, тавигил, зодок, тот же супрастин. То есть вы пьете ибупрофен и раз в день пьете таблетку противогистаминных препаратов. Что позволит вам не получить аллергическую реакцию, пока вы проводите лечение. Таким образом, что мы знаем про обезболивающие? Первое. Ибупрофен – золотой стандарт. Я не хочу обесценить другие, потому что существует много различных обезболивающих. И некоторые из них, ну, они больше подходят одним людям, другие больше другим людям. Поэтому вы, как правило, обезболивающее подбирается индивидуально. Пить лучше курсом, не пить слишком редко и не пить слишком долго. И тогда эффект будет максимальным. И нужно защищать свой организм от аллергии на этот период с использованием антигистаминных таблеток. Простое правило – максимальный эффект, который точно поможет вам пережить комфортно любую манипуляцию, в том числе удаление зубов. Моя задача, как доктора, сделать так, чтобы любая манипуляция, которая проводится у вас в полости рта, была максимально комфортной не только в момент ее проведения, но и после ее проведения, в момент вашей реабилитации. Я очень много внимания уделяю тому, чтобы современная стоматология была качественной, эффективной и комфортной для каждого. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. У нас в канале много полезного видео по различным темам стоматология.